Добрый вечер! На Автовазе, на нашем горячо любимом, естественно, дважды автомобильном заводе работают очень обстоятельные и степенные люди. Они рукастые, они головастые, и они неспешно созидают будущее нашего автопрома. И хотя на сегодняшний день пришедшие туда варяги заявили, что, ребят, поскольку работать вы не умеете и ничего толком вы не изобрели, то вы лишены права заниматься интеллектуальной деятельностью, поэтому у вас в компетенции остается только подметание улицы и закручивание гаек, тем не менее, был значительный период в историю, целиком в историю завода, когда эти люди были допущены до изобретательства чего бы то ни было. Автоматическую коробку передач они изобретали где-то года, наверное, 42. В результате, конечно, купили на стороне. АБС изобретали порядка 40 лет, в результате купили на стороне. Впрыск изобретали, ну, тоже лет, наверное, так, 35. Купили на стороне. Гидроусилитель руля и электроусилитель руля тоже изобретали где-то так 30 с хвостом лет и, в конце концов, тоже купили на стороне. И вот была такая у них машина. Она начиналась как проект АВА. Это был проект по такой нормальной пирамидке, связанной с ценными бумагами. По большому счету, игра про макашками под девизом «Кто последний, тот дурак». Но, как-то не парадоксально, на обломках очень спорного проекта родилась машина позавчерашнего дня «Калина», «Лады Калина». Начали ее созидать, соответственно, в 93-м году, где-то 92-93. В 2004-м она вставила на конвейер, то есть этой машине было к моменту рождения порядка 12 лет. И, как правило, 12 лет — это тот самый возраст, после которого автомобиль аккуратно снимают с производства ввиду его чрезвычайного устаревания. То есть вот эта попытка догнать вчерашний день поставила на конвейер автоваза машину позавчерашнего дня. То есть вчерашний день догнать не смогли, потому что слегка опоздали, получилась машина позавчерашнего дня. Тем не менее, в ней было несколько прорывных открытий, и одно из них — это, конечно, усилитель руля. Усилитель руля на «Ладе Калини», а потом аналогичный ей на «Ладе Приори», они добавили в повадки автомобилей несколько пикантных нюансов. С этими машинами стало как-то увлекательней, как-то даже интересней, и появилась интрига. И интрига не в том, что усилитель руля выполнял свою основную функцию и действительно помогал крутить руль. Интрига была в том, что приятным признаком усилителя руля на «Ладах» была манера клинить, причем выворачивая руль в крайнее положение. То есть вы едете на, как правило, небольшой скорости, где-нибудь так 30-40 км в час. В этот момент машина решает, что ей пора. Она выкручивает руль, никто не знает куда. То есть здесь алгоритм не проработан, либо вправо, либо влево. И вы либо улетаете в телеграфный столб справа, либо уходите под бампер встречному КАМАЗу. Эта особенность была замечена в том числе и в условиях полигона профессиональными экспертами, которые по данному поводу начали задавать вопросы. И Siri, это что такое? Ну и у клиентов тоже есть довольно обширный список приятных встреч с телеграфными столбами, когда машина сама решала, что ей пора. Поначалу виноват во всем этом был усилитель руля, причем на «Ладе» — это же машина завтрашнего дня. «Лада Калина» — это самый на тот момент современный отечественный автомобиль в блеске компетенции. И вот помахивая этой компетенцией, на машину поставили не гидроусилитель, а электроусилитель. Это очень прогрессивная технология. Наконец-то мы ее получили. И Махачкале мы отдали производство. Там есть завод «Авиаагрегат». У него были блистательные показатели, потому что 35% того, что делали махачкалинские ребята, было в принципе 100% браком. Еще 15% по официальной статистике было браком частичным, а остальное имело вот эти вот приятные особенности, когда вдруг махачкалинский усилитель руля говорил, что «А, ребята, отдыхать пора, давайте в тот телеграфный стол быстренько пришвартуемся». И все это достаточно долго стояло на конвейере, но все-таки на «Автовазе» бывают проблески совести, а потом все-таки они завели себе Паскаля Фельтена. Это директор по качеству. Потом они его заменили на такого же импортного француза Лорана Фофана. Фофана занималась туфтой, и согласно официальной статистике, количество обращений по браку и недомоганию лад от клиентов сократилось в три раза. Насколько я понимаю, три раза это 200%. То есть машины ушли за тот порог низкого качества, когда на 200% что-то сокращается, при том, что в принципе может быть только 100%, насколько я помню по урокам математики, получается, что машины сначала шли в минус, потом в плюс. Короче говоря, они стали в несколько раз лучше. И, видимо, тем самым превзошли все остальные автомобили мира, поскольку там-то нарекания есть, а у лады они закончились. И вот на волне появления сначала одного директора Паскаля Фельтена, потом Лорана Фофана, произошла замена одного подрядчика на другого. Махачкалинцев поблагодарили за сотрудничество. Заказ разместили у Калужан и у трижды проклятого Димитровградского завода, который во все времена делал непотребщину, в том числе и для АвтоВАЗа, а на самом деле занимался производством разных нечестных и подлых агрегатов для всего отечественного легкового автопрома. Поменять-то поменяли. И, конечно, когда туфтой занялся Фофан, то опять-таки произошло резкое сокращение жалоб клиентов. Но никуда не делалась эта приятная особенность. И Калужские, и Димитровградские усилители руля направляли машину в столб произвольно. Тогда пошли и закупили корейцев. Пришло вместо туфты Димитровградской пришла штука под названием Мондо. И с этим самым Мондо АвтоВАЗ блистательно доказал старую русскую поговорку, которая уже не анекдот, а именно поговорка, о том, что место проклятое. Потому что Мондо тоже начало клинить. И вот когда, не имея денег на создание нового автомобиля, но желая выдать карася за порося АвтоВАЗ, перелицевал внешность автомобиля Лада Калина и назвал ее Лада Калина 2, то есть рестайлинговую машину, которая не является новой, они назвали Лада Калина второго поколения. Замечательно, что у них поколение сменяется не с рождением нового. Знаете, в семье британской короны родилось следующее поколение принцев. Они не стали дожидаться, когда у них родится следующий ребенок. Они решили, что нынешнего принца, который у них есть, мы назовем принцем, ну, наверное, уже принцем 2. То есть человечка мы не дождемся, пока он родится, а то, что есть, мы переименуем по второму разу. Тебя как звали? Принц Генри? Давай ты будешь у нас принц Гарри. Отлично. Вот на АвтоВАЗе пошли этим самым путем. Лада Калина 2. Торжественная презентация. Полигон. Собирается огромное количество журналистов. Даже приезжают всякие там люди, занимающиеся туфтой, администрация, дирекция. Журналисты садятся за руль и, пожалуйста, закусывает руль. И на этом заклиненном электроусилителе руля машина улетает за конусы, то есть туда. Хорошо, что не в толпу. Причем руль клинит настолько насмерть, что его уже не свернешь. То есть, когда у нормальной машины, например, гидроусилитель руля отказывается работать, руль просто тяжелеет. Это тоже внезапно, это тоже неприятно, но нету мертвого момента схватки, когда у тебя вообще насмерть не крутится. И отказавший гидроусилитель позволяет тебе так или иначе как-то побороться с машиной и, если скорость небольшая, покрутить еще немножечко рулик, побороться за жизнь. У автоваза приятная, пикантная особенность. У машины, ведь, должны быть какие-то особенности. Вот у нее есть такая особенность из проклятого места под названием «Какой усилитель не поставь, все, оно будет клинить насмерть, руль ты не свернешь». Поскольку рядом прилагалась администрация, то изумленный абсолютно журналист вышел из машины и спросил «Ребят, это что такое?» Ответ он услышал только через два с половиной месяца. Два с половиной месяца автоваз чесал репу, изучал словари русского литературного языка и пытался как-то сформулировать ответ, после чего написал, что в соответствии с алгоритмом своей работы электроусилитель может отключаться. Это не ошибка, это не беда, это не катастрофа. Это алгоритм работы электроусилителя руля на любой ладе, на которой он стоит. Это заранее заложенная в машину особенность. Причем автоваз даже пояснил почему. Это функция защиты. То есть в какой-то момент дверной замок решает, что «Слышь, хорей дергать ключиком. Уже замучил меня. Ты куда? Домой рвешься? Поспи, как ты, дорогой, на коврике. У меня функция защиты». Знаете, или вот там холодильник, вот туда полез, там позвенел баночками с кляночкой холодильник, говорит «Слушай, ты чего меня вымораживаешь-то?» «Хлоп!» «Завтра зайдешь. Я сегодня тебе кушать ничего не дам. У меня функция защиты от размораживания». Или чайник, например, или утюг. Ты говоришь «Надо рубашечку погладить». Он говорит «Минуточку. У меня функция защиты. Ты чего, рубашку собрался гладить? Значит, отдохни, дорогой. Послезавтра. У меня сегодня неприемный день». Это алгоритм, официально полагающийся с точки зрения завода, функции защиты. И это нормально. Причем, как полагается, обвинили журналиста, поскольку написали, что он экстремально крутил рулем. Подробности после новостей. Продолжаю цитировать письмо, официально пришедшее от АвтоВАЗа, по поводу заклинивания электроусилителя рулевого управления. «Выявлено, что в определенных условиях, близких к экстремальным, в соответствии с алгоритмом своей работы, электроусилитель может отключаться. Это его функция защиты. Условия, при которых возможна эта ситуация, на низких скоростях, при крайне высокой скорости вращения рулевого колеса. В случае, если электроусилитель отключается, он возвращается в нормальный режим работы, после перезапуска зажигания». Значит, журналист оказался виноват в том, что он экстремально крутил руль. Хотя я не очень понимаю, а экстремально от неэкстремально чем отличается? Вот от объезда препятствия. Это было на змейке. То есть змейка имитирует и позволяет определить управляемость машины в тех условиях, когда вам под ноги, например, бросился человек. Бросился человек, и это требует от вас экстремального действия любого генеза или неэкстремальное. С точки зрения автоваза, соответственно, человека нужно, видимо, сносить, либо не крутить руль. То есть на ладе надо ехать по прямой, это трамвай. Повороты запрещены, потому что поворот руля – это экстремально. И именно поэтому у нас заложен алгоритм защиты, чтобы вы, не дай бог, не спалили наш бесценный электроусилитель руля. Поэтому, товарищи клиенты, то, что вы сдохнете, то, что вы улетите под КАМАЗ, или то, что вы попадете в телеграфный столб, так это защита электроусилителя руля. Мы заранее предопределили вашу смерть. И то, что вы погибнете, в данном случае, это заложенный в «Жигулях» алгоритм. Во как! Причем они утверждают в своем письме, что нормальная работа возвращается после перезапуска двигателя, после перезапуска зажигания. Я представляю себе это упоительное решение перезапустить моторчик в момент объезда препятствия. А у некоторых препятствий, у них такая странная подлая особенность поведения, они не являются телеграфными столбами, они иногда бывают довольно живыми и прыткими. И они могут метаться, как это иногда делают кошелки с лукошками, то есть женщины с сумками, прыгающие у вас перед радиатором, вперед-назад, вперед-назад, ее тоже объезжать нельзя. И в данном случае, кстати, АвтоВАЗ может уповать на правила дорожного движения, где написано, что вы не имеете права ничего объезжать, вы должны тупо убивать то, что стоит у вас вплоть до экстренного торможения. В правилах дорожного движения рулем крутить запрещено. И поэтому АвтоВАЗ выпустил машину, соответствующую правилу дорожного движения. Поворачивать на ней нельзя, препятствия объезжать нельзя, вы должны убить то, что у вас там мечется, либо воткнуться в него. Затем приятным исключением, когда машина сама примет решение, что ей пора в телеграфный столб или в этот самый КАМАЗ. Потому что алгоритм защиты может включиться, если вы просто едете по кочкам, по кочкам, по ровным дорожкам в ямку-бух. Ну так вам будет веселее с этим кататься. Еще и любопытно вот что. Обвиняя журналиста в том, что он гад такой, взял и машину из проклятого места, до Кондратья чуть было не довел, и в конусы улетел, выкосив их до основания, журналист не вправе писать в средствах массовой информации, что это была блокировка рулевого управления. Написано так. Описанные в СМИ отключения электроусилителя в терминах блокировка рулевого управления и заклинил руль не соответствуют действительности. То есть, когда на самом деле заклинило руль, с точки зрения автоваза, это не заклинило. Поэтому в некрологии, то есть над трупом, нужно будет в прощальном слое говорить не о том, что машина подвела, потому что у нее заклинил руль, а в соответствии с этим директивным письмом автоваза нужно будет писать, он погиб, потому что в машине включился заранее запрограммированный алгоритм защиты. Защиты машины от водителя. И это как раз, наверное, самое достойное, самое увлекательное и самое ценное достижение и самое мощное изобретение автоваза за 43 года его существования. Это первая машина, которая защищается от водителя подобным образом. То есть, защита от дурака, в принципе, бывает. В некоторых машинах, например, вот автоваз рекомендует это делать, перезапустить мотор, а в некоторых машинах на ходу, пока она движется, перезапустить мотор нельзя, потому что это защита от дурака. Но для автоваза ценнее как раз попытка спастись самого гидроусилителя, а также электроусилителя руля, может быть, даже путем частичной гибели автомобиля и полной гибели водителя. Но это очень оригинальное мышление. Автомат не изобрели, АБС не изобрели, впрыск не изобрели, электроусилитель руля более-менее смастерили, то Мандо поставили вместо него, зато изобрели фантастический алгоритм защиты от владельца. И писать о том, что заклинил руль, когда его заклинило, нельзя, потому что это не соответствует действительности. А о том, что это соответствует действительности, вы не вправе нам говорить. При том, что есть определенная статистика, подтверждающая, что руль именно клинит. И журналисты, которые чуть было не убились тогда публично, они как раз и полезли докапываться до истины. Причем, ведь что приятно, чуть не убились разные люди на разных машинах с разной степенью профессионализма, в разных ситуациях, на разных дорогах и на разных полигонах. И вот им всем нельзя писать и говорить о том, что руль заклинило, потому что это не соответствует действительности с точки зрения тех людей, которые стояли тихонечко под кустом и аккуратно это наблюдали, а не с точки зрения тех людей, которые были в этот момент в машине, у кого действительно заклинило руль. Автоваз, он как-то очень так трепетно относится к тому, что считает имиджем. Он почему-то в последнее время недоволен, что его не так сильно любят, как хотелось бы. То есть, Автоваз вообще-то вызывает у людей легкое презрение, переходящее в тяжелую иронию достаточно давно. Автовазу это не нравится. Нынешняя команда Автоваза на полном серьезе заявляет, что мы вывели предприятие из клинча. Аплодисменты в зале. А вообще, на самом деле, это вот как раз чисто такая бандитская логика. Слышь, ты терпила, ты в натуре денег должен, ты что еще после этого хочешь, ты скажи спасибо, что с живой остался. Ну, может быть, кто-то действительно остался. То есть, логика такая, клиент в натуре, ты что, ты нам денег должен, ты машину купил и быстренько вали отсюда. Подумай, что у тебя руль заклинила, не соответствует действительности. И журналюги подлые пишут себе, ты что, денег дал, все, мы тебе что еще должны? Нет, скажи спасибо, что живой. Да, действительно, большое спасибо. Спасибо Автовазу за то, что живые остаемся. Реально здорово, реально замечательно. И спасибо рыношникам, то, что они отлучили от изобретательства всех тех людей, которые созидали предыдущие вазы, и в том числе калину. Из этого не следует, что последствия тяжко принятых родов не вырастут во что-нибудь непотребное впредь, но происходит постепенное замещение на конвейере моделей, разработанных мощной компетенцией Автоваза, чтобы она была трижды здорова, на автомобиле разработанные компетенцией инженеров Рено, потому что в этом году как раз и провозглашено, что все, 14-й год это рубеж. То есть вот мы еще даем вам год для того, чтобы вы аккуратненько потренировались приклеивать логотип ладьи на автомобиле дачи, а потом все, а потом в уборщице. И вполне возможно, что когда вот эта треклятая лада Калина что один, что два, наконец-то почит в той самой бозе, то дальше появится уже нормальная машина, разработанная людьми для людей. Это будут любые, неважно насколько они бюджетные или не бюджетные, то есть для нищих или для богатых, но автомобили созданные теми людьми, которые выросли в иной культуре, не в бандитской культуре, не те, кто считает, что гоп-стоп это основа бизнеса, не те, кто считает, что вы не имеете права придираться к результатам моего труда, это ведь, помните, у Наутилуса было, здесь мерилом работы считают усталость. Так вот, в Рено мерилом работы считают результат, а у нас на Автовазе мерилом работы считают усталость. Вы знаете, как работали? Да нет, мы тут все уже из не могли, мы тут вам уже которое мандо меняем по счету. Мы начали с Махачкалы, у нас была Калуга, у нас был Даас, трижды проклятый, и вот, знаете, наконец-то у нас теперь мандо. Вы чем недовольны? Вот замечательный подход. Именно этот подход и заканчивается. Вот именно эта страница биографии Автоваза, она скоро будет аккуратненько перевернута. И если не брать во внимание бандитскую сущность нашего совкового бизнеса, потихонечку еще затаившегося на Автовазе, то вот эта вот метаморфоза, эта реформа и этот приход иностранного капитала, серьезного иностранного капитала, пусть даже это Рено. Это как раз то же самое, что на сегодняшний день мы имеем уже в качестве результата Шкоды. Вот. Ведь Чехия, они позвали именно Фольксваген, только Фольксваген. Форд приходил, Тойота приходила, Ниссан, кстати, приходил. И все они говорили, да, основание заровняем, а затем правительство Чехии сказало, нет, мы требуем, чтобы вы сохранили бренд, чтобы наш инженерный потенциал принимал участие в создании этих автомобилей, потому что чехи должны делать машину для чехов. И именно поэтому Шкоду сохранили, и именно поэтому Шкода такой молодец. Блистательный автомобиль, лучше Фольксвагена. Вот сейчас на Автовазе происходит то же самое, но к нам пришли не немцы, к нам пришли французы и немножечко японцев. Сейчас наших окончательно оттуда вышибут. Разница только в том, что чехи свою компетенцию доказали, сохранили и применили во благо. Но у чехов изначально не было вот этого лагерного подхода из серии «Твоя пайка моя», а ты, пожалуйста, забейся под нары и не отсвечивай. Этого не было. Хотя у них тоже работали расконвоированные зэки на конвейере Шкоды в Младо Болеславе. Это было перед кризисом. И вот сейчас на Автовазе вот эти все телодвижения ведут к тому, что наших окончательно задвинут в угол, наши перестанут играть определяющую роль. Возможно, что это освободит и товарища Комарова. Он будет дальше жить по принципу, написанному Пушкиным в одном из своих произведений. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Но у Комарова для этого есть все основания. У него даже небольшой яхт-клуб на берегу существует собственный персональный с маяком, с хорошим причалом, с большим количеством строений. Но русская компетенция оттуда уйдет. Директора будут французы. И французы, какими бы врагами нашего отечества не были, они будут работать под тем принципам, которые в них заложены в родной Франции. И это будут человечные машины, сделанные людьми для людей. И даже неважно, будет там Мондо или будет там какая-нибудь другая комплектуха, пришедшая, например, из Франции, там у них масса других приличных поставщиков, но нам обреченно придется дотерпеть до того момента, когда не закончится Лада Калина, до того момента, когда Датсун не наиграется в эту дешевую платформу, потому что у Датсуна есть такая странная затея поиграть в это. Но вы видите, Ларгус уже пришел, сейчас туда придет Логан Сандера и Сандера Степвей. Это, конечно, сильно скажется на качестве, но это все равно будут заведомо более человечные машины, которые, конечно, и не снились нашему ВАЗу в порывах его компетенции. И Шмелев, генеральный конструктор оттуда тоже аккуратно отодвинутый, который Путин написал челобитную с воплями о том, что это последняя компетенция в стране, АвтоВАЗ, способная от нуля с нуля сделать автомобиль. Так вот, не способна она сделать автомобиль. Ни с нуля, ни на полдороги, с какой ноты бы не сели играть, не получится. И подтверждение тому как раз применение в том числе и корейского электроусилителя на русской технике. Опять-таки, в столб. И опять-таки, завод этого не признает. И хочется верить, что когда туда придут французы, изменится мораль, мораль предприятия. Новости. 65, 10, 9, 9, и 6, 4 балла по шкале Яндекса. Ну, естественно, Москва стоит, пожалуй, баллов на 6,5, на 7, но мы будем делать вид, как будто это действительно 4. Роман, здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Кстати, по поводу Яндекса. По-моему, они перешли на новую шкалу определения пробок. Я вот ноль видел не так давно. То есть, наверное, нынешние 3 балла это под 6, как минимум, действительно, прошлое. Да, я думаю, что через какое-то время их будут пробки, типа, минус 1, минус 2, минус 3. Это когда дети на роликах перестали по двору кататься. Ну, это, наверное, уже будет 11-12. Ну, не доживем, надеюсь. Вот. У меня, кстати говоря, хотел еще ремарку по поводу АвтоВАЗа. Был честивом. Давайте. Владельцем. Вот. И ремень ГРМ на двенашке замена. Держу в руках Бош. Написано. 50 тысяч АвтоВАЗ, там, 150 Альфа Ромео, там, 100 тысяч Пульсуанин и так далее. Слушай, а почему? Механик говорит, так, пойдем, я тебе покажу. Подводи, значит, показывай звездочку. Вот, смотри, вот звездочка у машины и вот, что у тебя. Видишь, Акалина, вот, Зоусенцы и так далее. Вопрос-то есть? Ну, вопрос-то нет. В принципе, через 17 тысяч порвалось после этого. Нормально. Вот. Нормально. А сейчас... Вопрос такой... Да, Роман, давайте. Задавайте вопрос, Роман. Ну, вопрос был такой, чисто теоретический. Что вы думаете по поводу мотоциклов? Я вот сейчас на два колеса пересел, но на мускульном ходу. И вот что-то задумываюсь. а... Роман, мотоцикл гарантирует вам смерть. Причем смерть может быть не столь быстрой, как вам кажется. Она может оказаться довольно мучительной. Причем не по вашей вине. Вы можете оказаться очень неплохим по качеству подготовки. Вы можете оказаться довольно спокойным, аккуратным, прозорливым. Но, когда тетя Клава подумает, что ей нужно объехать вот эту ямку, она даже не посмотрит зеркало заднего вида. От вас останется мокрое место. Хорошо, если сразу. Хуже, если по частям. Потому что пришить некоторые части тела удается, но они потом годами прирастают к этому месту с трудом. Если мотоцикл, например, в деревне у нас по стране является безальтернативным и единственным способом добраться до большой земли, то там понятно, почему человек садится на мотоцикл. Вариантов нет. Дальше лошадь либо коньки. У нас в городе, особенно в Москве, с тех пор, как появилось метро и еще кое-где крадутся маршрутки, можно откуда-то, куда-то, как-то попытаться добраться. Конечно, шанс погибнуть в метро тоже есть, в маршрутке он еще больше, но на мотоцикле он гарантирован. То есть на мотоцикле вас размажут обязательно. Иногда вы поможете, иногда вы будете уворачиваться до последнего, но они все равно прицельно попадут либо в лоб огрызком, либо в конце концов вы в дождь наедете на пластиковую разметку, вот эту белую, которая многим кажется краской, а на самом деле является полимером. Поскользяйте по полной программе. Если детей нет, если вы помогли родителям золотым вкладом на несколько десятилетий вперед, тогда это ваш собственный выбор. В остальных случаях это вариант такого извращенного дезертирства. Человек удрал от решения многих вопросов жизни, потому что его в юности похоронили на кладбище по частям в одном гробу с мотоциклом. Ну, я понял ваше мнение. Жестко. Ну, Роман, я желаю вам прожить долгую, здоровую, счастливую жизнь безотносительно того, был ли у вас в анамнезе автомобиль марки Lada, но мотоцикл это слишком опасно. Это опасность, которую вы не контролируете в принципе. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад, что до вас дозвонился. Я тоже рад. Спасибо вам за те темы, которые вы поднимаете. Ну, вот скажу вашими словами, у меня есть в анамнезе опыт вождения Lada и эксплуатации ее. А у кого же нету, Сергей? У меня тоже пара Жигулей есть. Не, ну подождите. Сейчас уже полно подросло поколения, которые вообще не знают, как это было ездить, да, и они не разбираются, где там шестерка, а где пятерка, а где семерка. Хотя мы же знаем это все досконально. Да. Или, например, что такое ремонтный размер? Вот подойдите, спросите там сейчас у нынешней молодежи, они вообще круглые глаза делают? Какой ремонтный размер? На что ремонтный размер? Да. Что такое? Сергей, Сергей, зато в интернете они очень хорошо пишут о том, что, да вы что, шестера, такая была машина, вся страна в очереди с удовольствием стояла, а Москвич 2140, это же была вечная машина, так ее любили. Ага, любили. Да, да, да. Конечно, не продал ж никогда. Конечно, бесценная машина была. Бесценная, абсолютно. Да, да, да. Но, вы знаете, несмотря на это, как ни парадоксально, я хочу сказать пару слов в защиту продукции автоваза. В далеком, уже сейчас в далеком девяносто, по-моему, в седьмом году появились первые десятки еще, помните, такие были, карбюраторные с аппаратом холодного пуска? Была, была красавица. Вот была куплена такая машина маме, мною приобретена, да, причем я говорю, давай купим иномарку. Она, нет, нет, нет. И вы знаете, хочу сказать, она отъездила где-то, ну, наверное, 110, 120, и машина была продана. Не поломалось ничего. Как хорошо. Бывает же такое везение. Вот, наверное, повезло, что называется, да, хотя в то же время на нее, глядячи, что ж греха таить, многие соседи, что называется, друзья покупали и возникали, мягко говоря, проблемы. Да. Ну, вот повезло. Сейчас, да, хочу сказать, что являюсь, скажем так, любителем, предпринимателем, да, ну, больше всего, наверное, даже альтруистом, потому что имею некий такой сельскохозяйственный бизнес в качестве хобби в одной из подмосковных областей, что называется, да, в ближайшей Подмосковье. И в качестве поощрения покупал в подарок, можно сказать, да, две калины. Покупал их в прошлом году осенью. И насколько вот я спрашиваю, все работает, да, работает, ездит, ездит. Довольны? Да, довольны. Что-нибудь ломается? Да нет, ничего. Замечательно. У меня один знакомый много лет тому назад купил Citroen BX и говорил мне, замечательная машина, ничего не ломается, у нее пробег 300 тысяч. Недавно вот у меня задний мост оторвало, я его веревкой привязал, ничего не ломается, так здорово. И поехал дальше. Вот эта машина, умеют же люди делать. У меня, когда правое сидение отгнило и вывалилось вместе с тещей на асфальт, я там досочку подложил, шикарная машина. Ну, может быть, это тот самый вариант, да, потому что мужики-то русские, рукастые такие, для них, ну, не развалилось пополам, и на отлично, они довольны. Ну, а с другой стороны, Сергей, а ведь для большей территории России, что называется, продукция автоваза, это, что называется, препарат выбора. Денег-то на большее нет. Да, понимаете как? В стране, которая банкрот, которая экономику, собственно, уничтожила. Последнее, что у нас осталось, это перепродажа импорта внутри страны, и бегство капитала за рубеж. В этой ситуации, когда у нас идет уничтожение села, и когда у нас нет возможности подняться у людей, но тем не менее, они тянутся к чему-то, они хотят хотя бы цветной телевизор, они уже добрались до мобильной связи, но у них по-прежнему нет дорог и шансов на выживание, конечно, подобная машина является для них хотя бы выходом каким-то, потому что это та самая степень свободы, это транспорт. Но, ведь, Сергей, это же то же самое, что говорить, ну, да, нет у тебя денег на водку, ну, пей паленую, ну, может, сдохнешь, а может, нет, ну, нет у тебя денег на кашу, ну, давай какую-нибудь там лебеду свари, это же вариант. Это государственная политика, в результате которой у человека, во-первых, нет шансов подняться, во-вторых, он должен выбирать между худшим и наихудшим. Это государственная политика. Это не то, что у нас люди нищие, убогие, кривые, косые, все поголовно плохие, никто не хочет работать, и они тянутся к «Жигулям», и говорят, а, ладно, уж как-нибудь. Это политика внутри страны, при которой у тебя вариантов-то нету. Водка только паленая, хлеб раз в пятилетку, дозвониться, докричаться не получится, образования нет, скорая помощь не приедет никогда, потому что она, в принципе, не приедет, ну, давай мечтай о «Жигулях», ну, почему бы и нет. Как вариант, это вполне светлая себе мечта, особенно если машина белого цвета. Даже красиво. Ну, это единственное, что остается, да. Сергей, и вот такой, можно вопрос, коротенький, потому что я понимаю, много занял времени, там другие, кроме меня есть. Собираюсь, вот, засматриваюсь, семья у меня сейчас увеличилась, смотрю на «Форд С-Макс» с двухлитровым дизелем. Вопрос вот по дизелю, скажите, могут быть какие-либо проблемы? Как насчет дизелей вот на «Форде»? Никогда просто не сталкивался. А машинка понравилась, уже на «Тест-драйв» брал, семья смотрела, вот, для путешествий, все пока вот устраивает. Очень правильная машина, она действительно удобная. Мне не совсем понравилось, как у нее сидится на заднем сидении. Вот водительская, замечательная, правая, передняя замечательная, то есть большое, широкое, сел хорошо. А чем не понравилось? Я наоборот сел, у меня под два метра рост, я устроился у себя на переднем, да, и у меня такой тест, я сажусь сам за собой. Я удобно сел, что-то не обратил внимания, а ну подскажите. Вот я, например, своими ребрами стукнулся об каркас, потому что, когда я регулировал, у меня тоже была семейная задача, я думал, может быть, подобрать это что-нибудь для своих, вот я туда сел, а я по комплекции небольшой, то есть я в высоту-то удался, а в ширину я очень незначительный. Мы с вами где-то одинаковая комплектность. Да, да-да-да, вот я сел туда, постучал ребрышками о каркас сидений, мне это не понравилось, я представил, как у меня мои мягкие женщины там будут биться, особенно в дальней дороге. Ну, еще я там попытался в S-Max поискать запаску и всякие прочие варианты по крепежу барахла в багажнике, но вот если это вам, что называется, не удалось обнаружить, то есть сели удобно и хорошо, моторчики у них классные, вообще Форд очень большой мастер в дизелях, у них единственное, что дизеля все одноразовые. То есть это не те самые знаменитые дизеля, которые там миллионники или полумиллионники, и он ходит долго и старательно, и после этого никаких проблем с ним не будет, вот он откатает где-нибудь у вас, наверное, ну вот 150 тысяч точно откатает. К 200, скорее всего, он просто сдохнет. Но зато вот эти 150 у вас будет запас по моменту какой под педалью, у вас будет очень устойчивая работа. Если вы его не отравите нашей любимой соляркой, то он, в принципе, по вот топливной аппаратуре будет долго терпеть. Форды молодцы. У них вот эти дизеля, они грамотно сделаны под присмотром французов. Потому что... А по коробке? А у вас какой, пауэршифт, небось? Или механика? Нет, я был на тест-драйве на ручки, но мне предлагали и коробку, но вот что-то тоже, я как-то так... У меня был опыт просто небольшой эксплуатации служебной машинки, так абсолютно случайно. Я четыре дня поездил на Форде Фокус с автоматом, но она вообще никакая. Одна-нибудь была с 1,6, как это они часто любят. Вот, наверное, да, не могу сказать. Ну, просто... И я какой-то четыреступенчатый автомат, абсолютно архаичный, ну, он спал, по-моему, он просто литургическим сном спал. И поэтому у меня вот какие-то сомнения, когда мне предлагают сейчас вот автомат, типа вот хорошая комплектация, все, меня устраивает. Но что-то вот насчет автомата как-то так... Не знаю. Или там у них что-то новое уже. Нет, естественно, чудо у вас не произойдет. И вполне понятно, что 2 литра, они остаются 2 литра. Конечно же. Тем более там 145 лошадиных сил, и это тот же самый мотор, который ставится на, например, на Мондео. Ну, это дизель, и он отлично тянет. Мне понравилось. Он отлично идет. Вот на ручке. Да, да, да. Вот, нет, он 140 у них лошадиных сил. В принципе, он таскает на... У него же момент очень хороший. Да, да, да. Он по моменту молодец, и под полной загрузкой у вас не будет ураганной динамики, но у вас не будет провала по тяге. Ну, зачем динамика ураганная для семейного автомобиля? Правильно. Вот именно поэтому он спокойненько совершенно у вас... Причем у него шестиступенчатый автомат стоит, современный, нормальный, полноценный. Это не архаика четырехступенчатая. Я когда катался на S-Maxx на дизеле, ну, правда, я никогда туда полную кошелку не набивал, но все, что я возил, никаких абсолютно вопросов по работе, по тому, как слажена коробка, понимая двигатель, у меня не возникло. Они были молодцами. Все-таки Европа, она подразумевает дизель, и когда они создают какую-то машину, они изначально делают дизельную версию, а потом уже для таких недоразвитых, как мы с вами, говорят, ну, ладно, так уж и быть бензин. Поэтому дизель, он является базовым. Базовая комплектация любого Форда подразумевает в первую очередь именно дизельный мотор, и в том числе S-Maxx. Спасибо вам, Сергей, удачи, до свидания. Успехов вам. Вообще, S-Maxx, конечно, удачная машина, безопасно его брать. Перерыв на новости. Яндекс вежливо обозначил уровень коллапса на московских дорогах до 6 баллов. Николай блистательно написал, скоро в инструкции ВАЗов будет указана допустимая гибель пассажиров на тысячу километров. Так сказать, расход. Да, Николай, видимо, к тому идет все. Александр, неужели это вы? Здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Очень приятно пообщаться с вами по поводу гидроусилителя. Хотел бы сказать, что имею автомобиль ВАЗ-2121 ВАЗ-21 Нива кабриолет пригнанная из Германии 80-го года выпуска. На ней есть гидроусилитель руля, который работает до сих пор без нареканий. И на ней также есть подогрев картера предпусковой. Правда, он сломался. Но он работал в свое время. И что касается гидроусилителя, на нем стоит маленькая бараночка спортивная. И вы не поверите, у меня даже все шланги на ней сухие. Невероятно. А чей гидроусилитель? Ведь он же какой-нибудь должен быть европейский. Он сделан от Volkswagen Transporter 1. Потому что это 80-й год. Ну, у них тогда уже был и транспортер соответственно второй. У первого транспортера не было гидроусилителя руля. Ой, значит, это второй. Второй, потому что несколько еще там деталек было от транспортера. Да-да-да. От второго. Именно зеркала у него тоже были от транспортера. А так вот машинка ездит до сих пор. Правда, гниль берет свое, все-таки подгнивает машинка. Но замечательно. Летом можно ездить на тенте, а зимой на пластиковом таком вот на щите, на пластиковом. Ну, правда, зимой она только двухместная. Красота-то какая. Вообще редчайшая, конечно, машина, потому что у нас на заводе такого не делали. Это доводка, произведенная в Германии. Это сам дилер. Да-да-да-да-да. И когда войска выводили из Германии, она оттуда приехала своим ходом. Армия вернулась на этой машине на родину. Да, я выставлял ее в Тушино на автоэкзотике, и очень много записок было «Покажите, пожалуйста, откройте капот, как же работает гидроусилизм». Да. И очень многие водители удивлялись, почему моя супруга так спокойно крутит одной рукой баранку на стоянке. Правильно, потому что народ же знает, что на Ниве не провернуть абсолютно. Ну да, там же стоит руль от троллейбуса, чтобы можно хоть как-то его провернуть было. Да, плечиком уперся, хрустнул, мякнул, ахнул и повернул. Да-да-да, повернул. И вот, замечательно. И такой вопрос бы хотел вам задать. Бюджета в районе миллиона. Всю жизнь ездили на правых рулях, так как их сейчас уже нету, и это как динозавры вымирающие. Вот понравилась Тиана, но правда нашими ручонками собрана. Понравилась Гранд Витара, тоже в районе миллиона она стоит. Ну и хотелось бы узнать, что можно еще, на что посмотреть, или же что из этих выбрать. Гранд Витара, я так понимаю, из разговоров вам не очень, ой, Гранд Витара, Тиана вам не очень нравится по лакокрасочному покрытию кузовному. У Тианы, у нее это тоже приятная особенность. Вот как у Жигулей, у них приятная особенность прыгать в сторону телеграфного столба. У Тианы, даже когда она была японской, по дверям и по багажнику, красочка аккуратно обнаруживала чисто японскую по качеству ржавчину. Ну, они же не рассчитаны на 30 лет езды. Ну, Тиане тоже не 30 лет, это было на новых машинах в период гарантийный, там порядка года. Обычно клиенту долго пудрили мозги, рассказывали, что он сам не прав. Потом, если клиент был настойчив, говорит, ладно, давайте мы вам перекрасим, давайте мы вам эту ржавчину быстренько во что-нибудь спрячем от вас, чтобы вам казалось, будто ее нет. То есть, но сама по себе Тиана очень правильная машина, мне она нравится тем, что она по ценнику своему пониже, чем менее достойная Тойота, аналогичная, просто у нас приводнесенная незаслуженно на пьедестал, а вообще мне в Тиане больше всего нравится наличие полного привода. Да, да, полный привод, но на Сузуке Гранд Гитара там же стоит постоянный полный привод, а здесь все-таки вискомофты. Да, здесь как раз у вас получается вариант Кашкая, просто в кузове седан, поэтому, если задние колесики подумают, что им пора, они тоже в работу включатся. Гранд Гитара в этом отношении наиболее правильная машина, у нее постоянный полный и главное, там же в раздатке таится наша любимая понижайка, а сейчас тем более еще, поскольку у Сузуки очень серьезные проблемы по продажам, у них пошла скидка, машина, наконец-то, на ручке с двушкой под капотом стала стоить меньше миллиона. Ну, я, правда, застал еще времена, когда Гранд Гитару в нашей стране не так давно продавали за 750 тысяч рублей, сейчас-то за 900, да, вот, но за 900, но все-таки приятно. И Гранд Гитару это внедорожник. Ну, багажник, конечно, небольшой, вы, наверное, видели, там мало что. Тесновато, тесновато. Автомат, как на Гранд Гитаре, можно на него положиться? Ой, ну, в утешение можно сказать, что он не зря четырехступенчатый, потому как проверенный временем. Положиться можно, знаете, Александр, вот как всегда, так, чтобы на роду машине было написано «Истечь маслом в ваших объятиях», это все-таки не автоваз. Поэтому сам по себе аппарат Гранд Гитара, он не имеет вот этих родовых обязательств точно сдохнуть, чтобы обязательно все отвалилось. Я наблюдаю, например, за Гранд Гитаре, который вот сейчас у моего очень близкого друга в течение уже, наверное, шестого года. Ну, пока, в общем, никаких вопросов не возникло по машине. Ну, вообще никаких. Ну, правда, он аккуратный. Пока, что вы бы склонялись, конечно, к Гранд Гитаре, я так понимаю. Зависит от семьи, зависит от условий. Нужен вам багажник или не нужен? Вам важно, чтобы был кузов универсал или нет? Потому что, тем более, Гранд Гитара, она позволяет чуть больше, чем Тиана. Вообще, если у вас есть тяготение к полному приводу, то сюда же можно совершенно смело еще, например, X-Trail присовокупить в качестве машины для рассмотрения. А можно уйти в сторону тех же самых Мондео, которые за миллион, или Opel Insignia, которые за миллион тоже будут молодцом. Либо к Skoda податься и тоже не прогадать. Поэтому зависит от того, что именно вам надо. Ну, полный привод хотелось бы. У нас, как-никак, полгода снег лежит. Это да. Вот если снег, если борьба с действительностью и блистательно победившим на выборах Собянином, который расчистил абсолютно все сугробы в городе, в том числе, лично взявшись за лопату, то Гранд Гитара, конечно, правильнее. Потому что понятно, что вам нужно будет еще и соседей как морковку дергать и самому как-то выбираться. А вечером нужно будет пробиться сквозь результаты расчистки к родному дому. Да-да-да, еще как-то парковаться и как сказали, что снег, как Афганистан, его не победишь. Что, кстати, является ошибкой, потому что Афганистан тоже побеждали. И легенда, запущенная в фильме «Девятая рота» о том, что Афганистан это единственная страна, которую никто никогда не побеждал, это вранье. Побеждали, причем еще как. Причем уделали их так, что они в себя не пришли по большому счету никогда. Просто деградировали на несколько ступенек. Правда, с тех пор стали злобные и боеспособные. Но это не значит, что они непобедимые. Победимые. Так же, как и снег. Снег во многих странах выпадает в больших количествах. Мы с вами об этом знаем. Результаты? Ну, мы по телевизору их смотрим. Хорошо. Спасибо, Сергей. Тогда можно будет посмотреть еще, как вы сказали, Ниссан Тиана, правда, нашими ручонками собранное. И что-нибудь из «Шкод». Что-нибудь из «Шкод». Но «Инсигния» есть на полном приводе, «Шкода» есть на полном приводе. Это все тоже достойные аппараты, потому что «Шкода», например, в кузове «Универсал» на полном приводе. Либо она же в исполнении «Скаут». Но «Скаут» тогда нужно хватать прямо сейчас. А «Фольксваген», у нас есть что-нибудь в «Фольксвагене» за миллион? В «Фольксвагене» есть за миллион, но оно переднеприводное, делается в «Калуге». Там как раз собственными миллионами. С кривыми нашими ручонками. Либо это будет «Тигуан», у которого до сих пор никто не знает, что там с прошивкой АБС. Это та еще лотерейка. Знаете, не хуже, чем у «АвтоВАЗа» с рулем. А «Мазда» что-нибудь такое, потому что все-таки всю жизнь на японцах катались. Как-то склоняемся к японцам. «Мазда» уже не та, и у «ЦХ-5», скорее всего, вы на него, в первую очередь, глаз положили. У «ЦХ-5» у него есть приятная особенность. Он иногда не заводится. Вот вообще. Вот в принципе. Так, новая машина за миллион и не заводится? Да. Ну, их бин больной, ну что делать? Она же из Владивостока. Ну, чего ей? Ну, не получилось. Я бы хотела, но я не могу. Зайдите попозже. Давайте вас тут распогодится, и я с удовольствием. А вот, допустим, у «Кеа» есть какие-нибудь такие машинки? У «Кеа» много этих машинок. У них есть красавец «Спортедж», у них есть «Сорента». Они полноприводные. Они полноприводные как раз по той же самой схеме, которую у «Тиана», то есть через вискомуфту. Она не имеет постоянного полного привода. Электронный разум сам подключает. Правда, там есть, конечно, некая блокировка, которая заставляет машину грести всеми четырьмя. И вот «Спортедж» или, например, «Тигуан» или «Шкода Йети» это домашнее задание, сделанное разными учениками, по одной и той же теме. На мой взгляд, лучше всех справились чехи. Потому что «Шкода Йети» это эталонная машина. Хотя для вас, как, например, апологета японцев, наверное, самое время пойти и тихонечко помолиться на какую-нибудь «Тойоту РАВ-4». Но «Тойота РАВ-4» это просто легковая машина. Ну, просто легковая «Тойота». Такая одноразовая. И с таким же успехом... Ну, я сел в эту «Тойоту РАВ-4» и там в салоне, грубо говоря, как в Ниве. Я оттуда вышел. Это было настоящее японское качество? Вы не оценили? Нет, нет. Были праворульные рули у меня всю жизнь. И там действительно в салоне сидеть приятно, в отличие от «Тойота РАВ-4» нынешнего. А у вас, небось, еще какой-нибудь «Марк» был? Нет? «Марк», «Эрнеса» и такой был зверь, «Ниссан Леопард». Гоночный редкий. «Ниссан Леопард». Какого же года у вас «Леопард» был? В 82-го года. Турбовый, шестерка, «Кобыл», сколько буду, не помню. Помнишь, что были старые паспорты, а как книжечки? Вот такие были. Да, зеленые. Да, зеленые. Вы не поверите, но там был кондей, дверь без рамок и было даже электронное табло. Ну, я вообще-то знаю «Леопард», я поэтому и удивился, потому что машина-то фантастическая. Да, но запчасти в свое время на нее было не достать вообще, и что-то приходилось переделывать и перетачивать, но машина очень замечательная и очень хорошо держит дорогу. Да, просто с запчастями тогда была трудность связана с тем, что китайцы на тот момент еще просто не научились делать нормальные подделки. Потому что... Да, и поэтому приходилось брать оригинальные запчасти с Японии на заказ. Да, тогда еще у японцев были реально честные запчасти, потому что потом Китай все это освоил, и вот то, что сейчас из Владивостока чисто из рук самурая получено специально для русского брата, это аккуратно сделано в Китае, в нормальной фирменной коробке с логотипом. И там даже такая функция была перевела, после 105 или 110 км в час играл либо колокольчик, либо электронный похоронный марш. А он не затыкался или он просто обозначал скорость и как дальше-то? Как только стрелочка переваливала, он начинал, вот у меня был колокольчик, а была еще другая машина, там играл электронный похоронный марш. И этот колокольчик, ну не то, что раздражительный был, но как-то пытались его отсоединить, отключить. Никак. И потом, и никак, потом она просто не заводилась, надо было опять лезть туда и опять все подключать. Да, да, вот у них это стояло на очень многих машинах, это не отключалось, в принципе, из удела в течение всего периода, сколько вы несетесь, с превышением, вот столько она и трындела прямо в ухо. Да, да, приходилось брать просто кусок поролона и наматывать изоленты вот на этот маленький-маленький динамик под торпедой. Да, 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 потому что заткнуть его было нереально абсолютно. Это вот была такая защита от владельца. Да, 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 а чтобы добраться до него, я разбирал практически всю торпеду. Помню эти проблемы, помню. Это не только у Леопарда было, это было практически у всех скоростных японцев на тот момент, у Скайлайнов это было, у Селики такая же штука была. Это для японцев нормально, характерно. Ой, спасибо вам за приятный разговор. До завтра.